В тихом дворике на улице Конституции сегодня непростые гости. В своей квартире на пятом этаже ждет участник Великой Отечественной войны. Григорий Иванович, добрый день. Добрый день. Решите мне поздравить от имени главы города Антона Николаевича Пахомова. Спасибо. От себя тоже лично. Наступающим праздником, днем Великой Победы. Дай вам Бог долгих лет, потому что пока есть вы, есть ли наш живой пример. Память всегда останется, а пример должен быть. Живите долго. Кир Иванович Каткин – известный в сочинской отрасли образования человек. 50 лет проработал учителем в 10-й школе. Преподавал географию, историю БЖ. Сейчас уже не учит, возраст не позволяет – 95 лет. Встречает дома гостей. Они пришли с подарками микроволновой печью. За чашкой чая разговор о том, как 18-летним парнем Каткин попал на фронт. Подготовка данных для стрельбы. Самое главное, чтобы все было куда навести, куда стрелять. Вот это уже моя была работа. Ну, слабшая математика. Забрали Каткина на фронт прямо из школы, где он начинал работать после окончания педагогического училища. Дошел до Польши, там и узнал об окончании войны. В честь 74-й годовщины Победы ветерану сделали ремонт в прихожей и кухне. Поменяли сантехнику, положили ламинат, установили межкомнатную и входную двери. Ну и духовная поддержка, понимаете, сердечная поддержка очень важна для ветеранов. Когда приходят люди, когда приходят школьники, когда их приглашают, когда они участвуют во всех наших мероприятиях. Это и есть общая забота. Каждый район в этом году оказал помощь участникам Великой Отечественной войны. В Центральном районе их осталось только 88 человек. Помощь в выздоровлении, ремонте и бытовом обслуживании получили также жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла.